Сейчас тот, кто хочет жениться, перед тем, как жениться, должен узнать, кто является опекуном девушки, должен узнать об этой девушке, то есть не значит, что в ней надо сомневаться изначально, то есть его никак должен быть действительно достоверным. Во-первых, довольство жениха, довольство невесты, наличие опекуна, и его опекунство должно быть действительным, и обязательно должно быть минимум 20 лет. Эти вещи называются столпами в одниках. Некоторые люди, да, бережутся и очень от подобного, выбирают, кого хотят на улице, и говорят, будь ты опекуном этой женщины, и выдай ее замуж за меня. Как вы такое подобное говорите? Во-первых, опекуном может быть в первую очередь отец. Если нету отца, то переходит опекунство на деда. Если нету у нас деда, тогда переходит к родному брату по отцу и матери, если нет, тогда к брату по отцу. То есть есть определенный порядок в шариате. Что касается тех людей, которые сами выбирают себе опекунов, кого захотят. Даже если это женщина из тех, кто пришла в ислам, и нету ни одного родственника мусульманина, кто будет опекуном для этой женщины? Султан. Правитель. В стране кафиры. Я говорю, что некоторые люди говорят, что это стране кафиры, а не в них султан. Кто-то говорит, а если мы живем в стране неверующих, и нет там правителя мусульманина? Мы субтан. Мы субтан. Мы субтан. Мы субтан. Мы субтан. Мы субтан. В таком случае должны найти главу какого-нибудь из мусульманского сообщества в этой месяце. Люди торопятся, и потом с лёгкостью разводятся, и он куда-то пропадает, и так далее, и тому подобное, не соблюдаст никаких правах. Очень важно, очень важно регистрировать ваши браки. Почему? Потому что регистрация ваших браков официально является гарантией прав. Если женщина разведенная, мы перед тем, как выдавать ее замуж, должны убедиться действительно, что ее развод, о котором она говорит, что он действительно-действительный был. Должны узнать, действительно прошел ли тот срок, который она должна выжидать после развода. Как часто мы слышали о том, что было так, что женщина развелась каким-то мужем, но ее срок после развода не прошел, она еще считается чужой женой, и она выходит замуж при этом. Поэтому мы должны уделить особое внимание вопросом столпов Никаха, вопросом опекунства, вопросом договоров, и вопросом тому, что наши договора, вот эти вот Никаха, должны быть зарегистрированы официально.